Всем доброе утро! Сегодня такое успешное, быстрое утро. Торопимся, летим, потому что сейчас отправляем Машу. Она уезжает к другу в Германию. Как раз хорошо, сегодня такая погодка не жаркая. А потом мы со Скифушей отправим наших. Дима с Захаром едут сегодня на рыбалку. А мы со Скифушей остаемся, так что мы, наверное, пригласим бабушку. Где-то позавтракаем. В общем, распогаживаются уже. Сейчас ждем машину пока, ну, чтобы Машку забрать. Сейчас погуляем по парку. Опять же, наши любимые вороны, которые я вечно боюсь, что Скифушу унесут, не унесут, не знаю. Что он такой маленький, но когда он пытается гонять, то, конечно, мне становится немножко страшно. Что-то машина задерживается, не знаю, начинаем волноваться, чтобы не пришлось сейчас самим везти. Ну, если что, ничего, в принципе, отвезем сами, я думаю. Просто договорились с машиной, что ее отвезут. Ну, в общем, ждем. И немножко волнуемся. Но все будет хорошо. Сегодня, сегодня отличная погода. Нету ярко выраженного солнца. Вода должна быть, вода должна быть подхладная. То есть купить и недорого не надо. Судак должен подняться и ждет нас в Черманях, Захар. Мы готовы его сегодня покупать наши воблеры новые, которые сегодня будут плавать. Единственное, что я даже шнур на катушку не намотал. Все в последний момент. Но ничего. Ну, это нормально. С рыбалки мы обещаем привезти двух уток распотрошенных. Все, давайте. Давай, целуй меня пока. Все. Не обижайте очень. Команда в синем готова к рыбалке. Все, пока. Давайте. Давай, пока. Все, Скифуса. Остались мы с тобой вдвоем. Очень, короче, планы наши, как обычно, поменялись очень быстро. Мы сейчас завезли бабушку нашу, чтобы она помыла машину, и завезли ее в магазин. И пока она сейчас будет себе скупляться, я тогда попью, наверное, чаек, потому что я уже хочу кушать. Ну, хотя бы чай попью. Да, Скифушек? Попьем чаек. Здрасте, а как вам тут подойти? Такое все мне нельзя. Здрасте. А какой чай есть? Папетированный черный, зеленый, фруктовый. Черный, зеленый, фруктовый. Давайте мне тогда фруктовый. Все еще. Да и все, наверное. Все, как у меня. Хорошо. У меня есть морожка, но морожку мы убрать не будем тоже. А это встреча друзей. Встреча друзей такие. Эш, люби друзей. Бадя, иди сюда. Ой, Скифуса прибежал. Ой, и Бадя прибежал. Хеллоу. Привет. Привет. Да? Да. Вы злюбимые, любимые. Конечно, злюбимые. Любимые собаки. А у шоу, у Бадика нечего? Скифуша, ты шоу, у Бадика ничего пожрать не украл? Короче, Скиф решил подгурманить. У Бадика тут еда такая с персиком. Скифуша решил тоже подгурманить. Надеюсь, они не подерутся. В общем, Скифуша, я смотрю, уплетает. Шо, Бадик? А ты ходишь, смотришь, как твою еду едят. Ну, ты лошара. Лошара или нет? Смотри, Скифуша такой, шоу, сожрет. Скифуш, все, ты поел? Давай, и что, иди поешь? На, Бадя, теперь ты кушай. Ой, Бадик сейчас за компанию поест. Слушай, смотри, чтобы они только, я боюсь, чтобы они не подрали. Бадик так скромно, скромно, буду, не буду. Скиф, пока буду, не буду, быстренько подъемся. Ну, видишь, Бадик едет. Его наоборот уговариваешь. Тут он не ест, я ему выношу. Приехала сейчас домой, сейчас гуляю вон Скифушу. Он сейчас уже выгуляется. Вот, и иду домой, потому что смотрю уже в Инстаграме. Пришло меню, завтра я начинаю марафон на похудение. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Вот, будем худеть вместе, если хотите. И буду читать уже меню, смотреть, что надо. Пойду позже немножко сделаю закупочку. Когда-то сестра подарила мультиварку. Вот на мультиварке я как бы приловчилась и своим домашним готовлю в мультиварке. Хотя, в основном, в последнее время готовит моя дочка Маша. Чему я очень ей рада и признательна. Вот, ну, Маша уехала уже, все, она в поезде. А, забыла сказать еще. Скифуша, пошли! Значит, там на перекусы есть печеные яблоки. А у нас здесь на дереве во дворе яблоня уже спеет. И вчера дети бегали, срывали яблоки. Говорят, очень вкусные. На дереве пособираю. А, вон еще тоже. Вон, какие красивые. Сейчас, может, трухану эту яблоню и соберу себе яблочек для перекуса. Фу, пришла домой, еле доперла. Хочу похвастаться, сколько я яблочек-то натрусила. Смотрите, сколько. И там еще, вон, есть и есть. Так что, вон, какие красавчики. А, ну, красивые ж. Да, немножко попадали, там чуть побились. Ну, красивые, красивые. Какой я молодец. Сажусь читать меню. В общем, сейчас выпишу все на листочек, на банальный. Из старой жизни, немодный листочек, карандашик. А вот буду идти по этому, потому что, когда ты видишь, ну, как говорится, на листочке, мне, например, гораздо более понятнее, мне, например, гораздо более удобно, чем когда я, там, планшета или с телефона что-то вычитываю, там, одеваю очочки, туда-сюда эти очочки гоняю, кто-то звонит. Может, уже Маша звонит. Звонила сейчас Маша. Сказала, что все нормально. Она едет, звонил сейчас наш папа с Захаром. Сказали тоже, что они на рыбалке. И не знают, как рыбу, но то, что уток они привезут, это точно. Купила себе эту штуку. И очень довольна, потому что сам себе, вот это не зависишь ни от кого, потому что там записался, то, бывает, не успеваешь, знаете как. А это сам себе, есть минутка, сделал себе ножки, поэпилировался, и все, и ты красивый. Причем оно не так уж дорого стоит. И сама себе, я так бравенько научилась это делать. Вчера Машки тоже сделали, а себе как-то уже я и не дошла. Так что, полосочки, вот такие я себе покупаю полосочки. Очень удобно. Так что, чуть позже сейчас воск разогреется. А потом уже надо будет поехать в магазин, купить еще воск, а купить полосочки. Конечно, быстро оно расходится на двоих девочек, когда две девочки в доме. Как спят друзья? Сейчас, скажи, вот так спят друзья, вот так эти друзья спят. Косака и собака. Косаки и кошаки, да, косака и собака. Вот так вот они спят, эти друзья. Кота раскрыл, да, завалился на котика. Это называется, когда сам есть не хочу, но если кот подошел, то надо сожрать быстро. Причем каждую крошку не оставить в ргу. Шо, Фаба, не получилось утащить, да? Не получилось утащить у кота. Кот медитирует. Слышь, гад какой, сам не жрет и котует. И что тут у себя утащить? Не пропадет пацан. Скиф, скиф, грабят. Скиф, грабят, грабят. Скиф, скиф, грабят, скорей. Скифуша, скорей. Грабят, грабят. Скиф, скиф, грабят. Скорей беги, грабят. Скорей, грабят тебя, грабят, беги. что Фабочка не дают украсть да малыш нельзя тебе есть не хочу в Жанэ Лиза но с тебя не слезу чтоб ты у меня ничего не украл короче сжались над котом дам ему немножко коврижек потому что реально жалко пацана да Скифа Буш вот у нас есть такая баночка написано Фабиан сейчас Полина даст тебе ну бери кушай раз эскаватор ты маленький жмот Фабочка бери на целую баночку кушай боже мой дететы мои дорогие нагрызи ой сорта падает везде сыпется Фаба ой жадебина ты жадебина ты вор рецидивист мы знаем тебя в общем делаю еще замочила свои орхидейки а то что-то они у меня не знаю стояла вон такая видишь красотка а это я сегодня вышла на балкон смотрю а моя красота чего-то оно вообще именно сохнет ничего не понимаю что происходит и смотрю вроде бы стебельки все нормально все красивенько листики но этого хорошо этого что-то какие-то дохлые вон листик тоже желтеет ничего не понимаю каждую буду расставлять по своему горшочку в принципе я думаю что вот стебельки видите вон все зелененькие все как бы все хорошо с ними не знаю чего они так расстроились как-то что ли надо обязательно вытереть внутри потому что потому что нельзя допускать чтобы в зону роста попадала влага категорически нельзя это я повернула хотела подтереть и вот такая у меня фигня получилась а вон смотрите кот-рецидивист все-таки пытается немножко осталось еды соли пристреливает пристреливает как же стыбзить смотри 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 мчится охрана охрана от меня не знаю реально какие-то ну или жара может быть их убивает хотя я поставила после приезда их в комнату вот сюда поставила на как это называется на вытяжку но что-то смотрю они листья начали еще больше складывать думаю наверное они подходят вот переставила назад сюда они у меня вот здесь все стоят всегда свои цветы все выставляла сюда на полочку а в этом году как-то я их не выставила не знаю что у меня так всегда они на дачу ездили так кот-собака не сдается да остатки свои не отдам врагу не отдам врагу остатки да скифуша правильно а в этом году не выставила поставила их к Маше в комнату туда на подоконник и смотрю они там так хорошо прижились в том начале Маша возмущалась что вот мама зачем мне это надо ты мне там эти цветы сюда наставляешь убери мне это неинтересно а сейчас смотрю за ними ухаживает так все они там ее хорошо так себя чувствуют этот корешок у меня остался просто корешок он у меня где-то наверное ну сколько ну долго долго он у меня наверное полгода может год даже стоял вот таким корешком я его поливала ответственно думаю может вылезет нет уже думала выкидывать думаю это нафиг ну уже задолбал реально стоит непонятно зачем куда мы выкину а потом мы уехали отдыхать и приехали Маша говорит мам смотри какая прелесть а он действительно пустил листики все начал как бы ну думаю класс дождалась я своего часа и видите еще из двух сторон их пустил и тут и тут и вон еще маленький идет это тоже такие вроде живенькие листочки все и как-то опять что-то тоже хотя плотненькие не знаю короче как-то что-то листики обиделись на меня ой бегу открывать уже ребята пришли рыбаки рыбаки а ну рыбаки что устали? сильно устали сильно устали а подожди а где рыба? а где уды? ну удочки ладно в подвал а это что? а это две ути две ути ни хрена себе пацаны наклевали и на что же вы клевали что у вас за день за вобрет иди делай нам это утку запекай вкусная ну свежая это утка? не курица? две утки мы их еле споймали в мешок и все и все и вот хорошие рыбаки у меня да? да 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 Полина здрасьте алло мамульчик привет слышишь? а ты мне скажи а ты утку умеешь же готовить? ну запекать? я умею но не люблю ну я же не говорю там любишь или нет а ну можешь приготовить нам? ну могу яблоки вовнутрь картошка снаружи ну то есть я тогда как раз и яблоки сегодня натрусила у нас там на этом ну на заднем дворе тогда я сейчас яблоки тебе привезу и картошку тогда куплю хорошо я приготовлю запечешь тогда? да конечно а утка жива это дикая или домашняя а я не знаю какая-то ну обычная ее поймали руками или подстрелили а я не знаю ну если они рыбачили значит они наверное просто поймали дима а мама спрашивает утка подстреляна или подбитая? она дикая или домашняя? она дикая или домашняя? утка задушенная домашняя нет хорошее Купить кроссовки Хорошие кроссовки Я имею в виду, если Дика ее отмачивать надо А не надо ее отмачивать Подожди, мама, а что такое отмачивать? Ну на завтра приготовь Мне сегодня не горит Мне сегодня не обязательно Все, везем, давай